В свои 72 года Валентина Васильевна не привыкла сидеть без дела. Несколько лет назад уже на пенсии она решила, что вполне может помогать людям и стала серебряным волонтером. Вместе с единомышленниками, чей возраст от 50 и старше, она участвует в спортивных и патриотических мероприятиях, общается с молодежью. А еще активистка помогает семьям с детьми в качестве бабушки на час. Хожу к мальчику, он инвалид, с ним общаюсь, читаем, занимаемся. Он уже в третий класс у меня ходит. Как говорится, не лежишь, а работаешь. Вот идешь, знаешь, что тебе надо куда-то идти, кому-то что-то помогать. А вот Тигран Барсигян еще учится на пятом курсе юридического института. Учебу успешно совмещают с волонтерской деятельностью. Уже несколько лет молодой человек руководит курсантским педагогическим отрядом. Работают ребята в духе современных тимуровцев. Помогаем инвалидам и помогаем детям в детском революционном центре, в коррекционной школе и различным детским садам, которые наиболее близко расположены нашего института. Пожилым людям мы помогаем как в моральном плане, так и в физическом. В физическом плане означает, что мы помогаем им в быту, то есть где-то что-то помыть, где-то что-то переставить помочь. В моральном плане это просто банально посидеть, попить чай, поговорить о жизни. Волонтеры нужны всегда и везде. Они бескорыстно участвуют в организации массовых культурных и спортивных мероприятий, восстанавливают имена погибших героев войны в отрядах поисковиков, собирают вещи для нуждающихся, ищут пропавших людей, приходят в больницы, чтобы поднять настроение пациентам, помогают старикам и детям. Всего в нашей области несколько десятков разных добровольческих объединений. 2018 год был объявлен президентом страны годом волонтера. Сегодня губернатор области Владимир Сипягин лично поблагодарил самых активных добровольцев региона и отметил, что особенно важно в современном мире помогать пожилым людям, в том числе и в освоении новых технологий. Это наша благодарность тем, кто подарил нам наше настоящее и будущее, чтобы они могли пользоваться возможностями прогресса. А это очень важно, потому что так, как развивается страна, так, как развивается мир, в это время никогда так не было. Наступает эпоха цифровизации. Кроме грамоты благодарственных писем от областной администрации, в этом году впервые вручили премию доброволец Владимирской области. Ее получили 10 активистов из разных объединений региона, которые внесли наибольший вклад в развитие волонтерского движения. В их числе Ирина Лапанова, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Добровольцы проводят для взрослых и маленьких жителей области акции, посвященные здоровому образу жизни, помогают младшему медицинскому персоналу в больницах. В год волонтера мы почувствовали интерес к нам, возрос интерес к нам, да, и ребята это оценили. Все же говорят, что труд волонтера, вот он бесплатный, волонтерам нужна иногда и похвала. К слову, специально в год волонтера на шестом канале стартовал новый проект «Кто, если не мы?». В каждом выпуске мы рассказываем о работе волонтерского объединения или организации, и конкретных людях, для которых не существует чужих проблем. Они учатся, работают, воспитывают детей и при этом находят время, чтобы помочь и поддержать тех, кто в этом нуждается. И все это не ради денег или славы. Мы готовы рассказать и показать, как это, для того, чтобы сделать, ну, немножечко легче, немножечко теплее, немножечко отраднее жизнь тех детей, которые находятся в социальных учреждениях. Мне хотелось бы сказать, кто, если не мы? Маргарита Махрова, Дмитрий Журавлев, 6 канал.